сегодня вышел новый релиз от лаки мина я не знаю там позиционируется как и пили как альбом потому что раньше повестки по моему у него это были и они альбомы но тут 16 треков 46 с половиной минут хронометраж это уже внук полноценный long play не знаю короче сам у него позиционирует как альбом или как и пешку разросшуюся до невероятных масштабов но это третья повестка и до чувствуете что у него до этого было два и пи под названием повестка но вот сейчас это слово она по-другому звучит до в текущем контексте она как бы новыми красками заиграла как будто очень много восторожных отзывов слышу то есть очень много донатов на лакимина причем обычно люди кидают мне лакимина чтобы посмотреть как я корчусь потому что мне искренне не нравится его музыка у нас там во многом совпали личностные политические взгляды но музыка его мне прям вообще никак максимально не мое но при этом люди такие послушай обязательно послушать заверка чем это не похоже на то как обычно мне рекомендуют треки лакимина какой-то прям нездоровый ажиотаж короче интересно вы меня заинтриговали первый трек который мне заказали называется потом такой лоуфайный звучок сразу ну вообще здесь такой звук опять же я люблю просто предугадывать я люблю вот услышать что-то и попробовать спрогнозировали себя что дальше будет такой звук очень располагает к расщепленному вокалу он очень располагает к тому чтобы кричать поверх этого инструментала там хорошо лягут низкие такие гитарки в пониженном строе может быть 7 8 струнные гитары какие-то то есть вот прям ки низкие утробные ревущие гитары такие с приглушенными струнами и кричать вот под это прикольно кричать будет текст надо открывать или на слух понятно будет это обложка стильная обложка прям реально кладу лукимина в принципе классные обложки то есть вот если у него что всегда было хорошо так это обложки обложка прям клёвая я вот по этому звуку понял что так будет я не могу это объяснить причем как я это делаю просто но но это просто очень большая наслушанность ты слышишь один звук сразу понимаешь какие к нему подклеиваются что здесь органично прозвучит здесь слышно чтобы будут низастые перегруженные гитары синт очень прикольный вообще электроника классно с гитарным звуком сделано именно в сочетании мне нравится ну по музлу прям хорошо пока ну пока кстати с текстом проблем нет то есть нет ни фирменной лакиминовской дикции не его кривляния и ужимок вокальных ну пока все нормально не все таки хочется текст открыть сложно на слух давайте откроем текст на джиниусе до сих пор тексты нет так с чего начать это эссе хочу мир сладкий будто глиссе ладно без шуток надо весы чтобы развесить любопытные носы на сам надо куш чтобы пойти на дело окей в общем не подходит каждому монтир ноги на саунате не убивайся мандарин томский опыт эти гости так люби чеха попозрал моему памятник под рукой государства нету алиби запретил мечты соседу по итогу сам без не натянутый канат один и на весь лед приведет тому что все попадают во первых мне нравится как спродюсировано то есть вот прям продюсерская работа по-моему классно сделано тут несколько важных образов просто есть под юбкой государства нету алиби запретил мечты соседу по итогу сам без них надо объяснять не надо объяснять все все понимают все все понимают как только ты лезешь соседнюю страну в данном случае в украину чтобы исправить то что они как тебе кажется неправильно живут твоя собственная страна начинает жить несопоставимо хуже и дальше вот эта вот строчка я на нее просто хочу обратить внимание натянутый канат один но на весь люд приведет к тому что все попадают это как будто ответка глебу три дня дождя потому что глеб три дня дождя какой-то у него беды с башкой он там зигует орет слава россии он вступил в партию лдпр и заявил что путин ведет нас по канату над пропастью поэтому не мешайте вождю доводить начатое до конца и вот этот образ по моему лакимин про это у дудя говорил про этот образ людей идущих по канату и эта тема недавно вплала в инфополе вот этот образ в заявлении глеба три дня дождя и лакимин ему отвечал поэтому лакимин точно в курсе лакимин ему отвечал на это и там спустя два месяца на альбоме выходит трек с вот такой строчкой натянутый канат один но на весь люд приведет к тому что все попадают я скажу наверное крамольную вещь но мне нравится мне реально нравится пока интересно будет ли здесь припев пока что как будто структура не располагает хорошо а собственно вот и припев под меняю на потом это хорошо это просто довольно но эффектно закрываю долг семьи закрываю долг за рот я снимаю порчу с нас под меняю на потом я уже готов приближать свое потом под меняю на потом вот кстати побочный эффект ухода спотифая прям непривычный спотифая сейчас слушаю на трек лакимина при том что альбом вышел сутки назад 2000 прослушивание 1000 прослушивание 2000 прослушивание 1000 прослушивание 2000 1 2000 на всех трек не на одном треке нет да нет на двух треках есть 3000 на всех остальных 2 1 неужели так много людей реально отказалась от спотифая столько же способов обхода есть электроника афуенная мне инструментальные части даже больше чем вокальные нравятся разом все пузырики говно налились твои дети под защитой пока не родились ты себя пощип и покулю же вырос он любит затягивать почти колодки в лужу мыло и на лобовых я мотя разводы повернуть по ночь это не видна дорога у них там перемога там перевод не поможет на свою но пока так ближе свет на языке тещ спрашиваю себя пора на кой ты хаба не выкупил ща не выкупил надо вчитаться в текст разом все пузырики говно господи сайт тексты песни . ком цензурирует слово говно вас бы ребят за цензурировать твои дети под защитой пока не родились ты себя пощипывай коль уже вырос сон любит на тяги затягивать по щиколотки в луже мыло вот первый образ который вообще не выкупил как минут у меня не отозвалась не понял на лобовых яму те разводы повернуть бы на чё-то не видна тебя дорога те в смысле тебе по количеству слогов не влезла у них там перемога нам перевод не поможет над свою и вот тут начинается то за что я не люблю рома лакимина у него в какой-то момент как будто типа вот он пишет текст и в какой-то момент в него что-то вселяется и это что-то у этого чего-то русский неродной еще раз можете мне объяснить что это искренне не прикалываюсь правда не понимаю у них там перемога перемога нам перевод не поможет над свою но пока ток ближний свет на языке тещи челу блядь это знаете похоже на эти плюшевые колбаса девушка качество доставка вот на каком-нибудь алиэкспрессе вот так описание товаров выглядит как будто это некачественный перевод просто подстрочный перевод с какого-то другого языка нет окей даже если предположим что ток имеется ввиду не электрический ток а в смысле слова только сокращенное таким образом все равно давайте предположим что это только нам перевод не поможет над свою но над свою над свою но пока только ближний свет на языке тещик какой тещи а над это надо так мне нужны переводчики с локеминовского на человеческий над это надо ток это только те это тебе у тебя буквы там платные ли что все равно понятнее не становится так у них там перемога нам перевод не нужен надо свою то есть на одну нам нужна своя какая-то победа но пока только ближний свет на языке тещи остается открытый вопрос такой язык тещи тещи тещин язык это такое растение мне это не помогает понять о чем локемин пишет в своем треке вот я такой блин мне правда нравится ну искренне нравится прям классное музло хороший первый куплет неплохой припев и тут такой рома локемин и по мне скучал я вижу на кушай не обляпай блять и вот тут начинается все то за что я не люблю рома локемина может текст хуёвый на сайте посмотри в другом источнике пишут что на джиниусе то же самое у меня почему-то я ввел локемин потом текст он мне даже не предлагает джиниус текст песни лет разбум джиниус он предлагает на боль почему-то за болевым порогом джиниус он хит спотифай дать попробуем на самом джиниусе найти ok хорошо предположим что проблема в сайте и что там нормальный связанный текст правда ну на слух он также звучит так там есть по а да есть он просто почему-то вот другой трек окей нет а все то же самое у них там перемога нам перевод не поможет над свою но пока ток ближний свет на языке теща я понял боже мой блять я понял я понял что он хотел сказать мне кажется я кажется вывихнул мозг в процессе но я понял он и блять за что ты так ненавидишь русский язык короче у них там перемога перемога на украинском это победа причем тут еще есть такой момент что слово перемога она ну как будто глубже чем слово победа потому что победить можно случайно победить можно в лотерею а перемога это именно превозмогание это преодоление это победа которая не дается легко но это такой языковой момент у них там перемога нам перевод не поможет надо свою он имеет идут нам нужна какая-то своя победа но пока только ближний свет на языке тещи значит у меня ступор мозговины случился я вот несколько минут сижу и мрачно охуеваю от того что я только что прочитал и услышал возможно я ебнулся на почве этого но кажется если мы предположим что те это тебе над это надо ток это только блять и нигма в антромпоморфной оболочки шифровальная машина лакимин зашифрую ваши тексты до полной блять неузнаваемости то тогда получается что ближний свет на языке тещи ближний свет еще говорят про какие-то близлежащие земли типа есть вот старый свет новый свет там америка новый свет европа старый свет можно ну как-то изуродовав эту конструкцию ближним светом назвать соседние страны и типа что мы знаем про соседние страны только со слов наших родственников которые там сидят перед телевизором но но во первых это насколько я сейчас сову на глобус натягиваю насколько это прям ну додумано во вторых насколько это блять сломано с точки зрения и русского языка насколько это криво блять ой сука я думал я хвалить сейчас буду вау лакимин классный трек сделал что это зачем это почему нахуя неужели вот такую простую мысль нельзя выразить грамотно ну ладно держит уровень не поможет на свою но пока я так ближний свет на языке тещ спрашиваю себя баранок вытыхаваешь помоя типа кажется пора россия север бутараж пустота противовесы ставлю цели откупаться не гарант тяжело дорога сериал сия мечты носи с собой ты берешь но запомни детство у карьера мир мне не вернуть но я росу я мы под верю что заполни коля дадим и голоса оптом хорошо буду заработать вот так хорошо было то есть вот это просто вот это просто кринжа какая-то невероятная а дальше хорошо то есть тяжела дорога сириус сияй мечты носи с собой ты берешь на запомни детство у карьера мир мне не вернуть это какой-то топоним из его детства у меня ноль узнавания но понятно что имеется ввиду но я росу я мы в ад и верил что заполню вот это хороший образ прям вот я росу я мы в ад и верил что запомню заполню хочется подушнить откройте окна хочется подушнить но в ад может могут быть врата в ад может быть вход яма это блять дырка в земле через яму никуда попасть нельзя яма не может быть промежуточным этапом между тобой каким-то местом ладно похуй строчка хорошая вот тут реально доебываюсь тут похуй после того что было выше игры полить проебали ну и коль отдадим мы голоса оптом чьими голосами будут петь дети будущее надо заработать потом чтобы потом кровью не платить за пеню окей окей хорошие строчки пеня тут абсолютно через пень колоду через пенью колоду появляется главное напину колоду не срифмовать ненароком ну просто окончание строки который ни с чем не рифмуется ни с чем не согласовывается она и такой выбивающийся очень по звукоряду чисто по звукописи но окей здесь все нормально пределах разумных а пишут это карьер мир локи жил возле него пол но этого я не мог знать ну хотя там логически следует из прошлой строчки нет роз у ямы это понятно яма ват гру ват может быть лестница ват может быть проход ват можно отправить строчки которые вот выше про язык тещи не мешало бы а яма не может быть куда-то яма во что-то не бывает я может быть в чем-то типа земле в аду яма в ад так не бывает простите не сдержусь душнила я предупреждал нет я курить курил как душник душнилках карьер называется мир об этом в другой строчке я сейчас душу по поводу не этой строчки а по поводу следующий карданчик прикольный но вот сейчас это про музыку говорить вот карданчик мне бы хотелось поплавить не более пробивной он какой-то прям от него как будто одна атака оставлено и у него как будто не заняться всем от него как будто резонансная частота есть а низа вот этого тела бочки нет либо кардан это бас барабан то есть кардан это двойная педаль который стучат по бас барабану но от карданчиком мы называем вот это быстрое стрекотание по бас барабану и он бас барабан а звучит он как том здесь он какой-то тоненький очень тем более это все равно все триггеры явно это все равно все сэмплировалось сто процентов это все равно даже записывалась живую она все равно триггерилась и можно было звук помяснее здесь нарулить мне бы хотелось карданчик помощнее здесь а в остальном не у классно у меня кто-то лук незнакома либо вытащу с болотых либо раздачет а пускай меня прилипший на мертвого в этом полотно блин а мне это напоминает по по рифу по саунду мне это напоминает этот саундтрек doom eternal не могу вспомнить как назывался ну конечно вы поняли а где мужик на 9 струнной гитаре играет миг гордона вызвали да миг гордон миг гордон да точно вот на его саундтрек doom eternal похоже и отжим суммира по треку ёбаный кошмар во втором куплете больше не буду этого касаться хорошо потому что ну все обсудили проблевались ужаснулись содрогнулись хватит про трек в остальном блин классное музло реально классное музло мне не очень нравится как рома лакемин живет в этом узле но это его стиль он действительно так делает всегда это не то что такой разовый эксперимент где он написал необычную для себя музыку и странным каким-то образом с ней распорядился и он все время так обращается со своей музыкой это уже черта его стиля мне просто стиль не особо вкатывает по тексту по посылу есть много интересных моментов про общий для всех канат с которого все попадают который ну понятно это там начиная с нитшанских мотивов и заканчивал тонкий канат натянутый между ницше и глебом три дня дождя вот с такого каната я блять сам спрыгнул с удовольствием если бы на нем оказался я увидел здесь отсылку на басту его знаменитый припев сансары что там я буду петь голосами своих детей типа я тут если мы отдадим свои голоса то чими тогда голосами будут петь наши дети баста пел про повод того что он будет петь голосами своих детей рома как бы выворачивает эту строчку говоря что если мы отдали свои голоса в политическом смысле или просто согласились молчать и жить с языком в жопе как многие то детям нашим петь будет нечем и у будущего наших детей будет весьма безрадостно это я вам как молодой отец говорю это отзывается у меня очень сильно хорошая строчка хороший оборот интересный интертекст будущее надо заработать потом чтобы потом кровью не платить за пение ну понятно потом потом игра слов которая здесь зашита вот это пение она здесь игры через пень колоду абсолютно добавлено ладно вот запретил мечты соседу по итогу сам без них абсолютно прямое указание хорошо сформулированное того что произошло между россией и украиной до россия влезла в жизнь соседней страны разрушила мечты десятков миллионов людей украине и в итоге собственно граждан тоже оставила ни с чем на пепелище и будет еще гораздо хуже это хорошо сформулировано ну и вну про это уже сказал с эглисе ну окей на самом деле так локи обожает гордона нередко постит в твиттер его треки а ну то есть это осознанный омаж какой-то понял я просто ну мне выносит иногда его твиты какие-то в ленту но я не подписан дмитрий тещин язык это серпантин на трассе байкала как нам это поможет а ближний свет на языке тещи типа нам у них перемога нам перевод не поможет надо свою но пока только ближний свет на языке теща типа эта дорога какая-то вы знаете есть люди которые с техникой на ты есть люди которые с компьютером на вы вот рома лакимин периодически с русским языком на ёб твою мать ну то есть если это серпантин тогда окей да тогда это увязывается до что там на лобоухе мути разводы повернуть бы на что-то не видна те дорога у него реально буквы платные на клавиатуре не видна тебе дорога надо свою но пока ближний свет на языке теща но вообще ближний свет для того и нужен чтобы была видна дорога если у тебя уже есть ближний свет тебе уж дорога видна ладно не хочу доебываться просто чтобы понять что вообще автор хотел сказать своим произведением пришлось сломать себе мозг и ну вот это печально а главное в итоге оказалось что ну ничего особенного я вообще пытался как раз откреститься от этого момента вы меня к нему все возвращаете и возвращаете короче слышно что работа с музыкой вышла на новый уровень музыка прям классно реально классно мне вот карданчик конце помяснее хотелось бы работайте с сэмплами пацаны а так ну клёво звучит голос явно рома локемин подкачал поет он лучше и звучит он лучше но вот с написанием пока есть вопросы короче ну генеральная хорошая работа просто ну она сохраняет некоторые черты старого локемина от которых меня тянет болевать но есть очень хорошие моменты тещин язык это крылатое выражение описывающие очень крутую дорогу с множеством поворотов за гугли тещин язык дорога локемин спасибо за донат ром если это ты салют мне уже в принципе объяснили что это какая-то трасса но все равно строчка конечно как будто ты написал строчку на листе бумаги пропихнула через мясорубку сделал какие-то огрызки вышли когда трек что-то 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 что-то